Награда нашла своих героев. Новым орденом имени Николая Пирогова за особые заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией наградили двух врачей из Чувашии. Одного из них Сергея Ефимова мы поздравили в формате видеоконференц-связи. Уже три месяца он находится в красной зоне. Как вы считаете, Сергей Витальевич, вообще насколько эта награда, она важна и нужна для врачей? И что она значит лично для вас? Конечно, она очень значима, она очень большое ей значение имеет. Это признали наш труд. Это ведь награды всем сотрудникам, кто сегодня борется с ковидом. Ясно, что каждому медаль или орден дать не получится. Но очень хотелось бы. Вообще больница скорой медицинской помощи, она традиционно всегда на острие всех чрезвычайных ситуаций. Что бы ни случилось вообще? Как правило, это самые тяжелые больные. Это больные, которые имеют экстракобидную патологию. То есть, ну это пациенты, во-первых, возрастной категории 55 плюс и более. А самому старому пациенту или возрастному пациенту это 34-го года, ну считайте, 86 лет. Это больные, имеющие сердечную патологию. У него сахарный диабет. То есть, вот такие пациенты, они лежат у нас сегодня в отделениях ПЦМП, лежат в хирургии, в нейрохирургии, в неврологии, в терапии, в урологии. Они имеют еще дополнительную патологию, да, сопутствующую, плюс вот это ковид-инфекции. Поэтому сегодня ПЦМП действительно на острие. Орденом имени Николая Пирогова награждена и заместитель главного врача на Чебоксарской городской больнице Вера Алексеева. Ей удалось не только в кратчайшие сроки открыть инфекционное отделение после ремонта, но и одновременно обучить медперсонал работе в условиях пандемии. Богдана Дойникова, Юрий Марков, Республика.